добрый день сегодня мы с вами научимся вязать вот такой замечательный цветок с пышной серединкой нам потребуется два цвета пряжи и спицы набираем петли я выполнила скользящую петлю и теперь шнурковым набором я набираю 11 петель для нашего лепесточка 3 4 5 6 7 8 9 10 последняя петля 11 мы набрали с вами 11 петель и теперь начинаем вязать наш лепесточек первую петлю мы провязываем лицевой не снимая дальше лицевые до конца ряда кромочную в конце провязываем изнаночной работу поворачиваем по изнаночной стороне изнаночные петли также до конца ряда снова работу повернули и снова по лицевой стороне все петли лицевые сейчас мы кромочную снимаем дальше все петли вяжем лицевыми и и кромочной изнаночной по изнаночной стороне все петли изнаночные до конца ряда развернулись мы провязали с вами 4 ряда в пятом ряду кромочную мы снимаем и по лицевой стороне мы провязываем изнаночные петли обратите внимание в этом ряду мы вяжем изнаночные скрещенные разворачиваемся по изнаночной стороне петли вяжем лицевыми до конца ряда кромочная изнаночной снова развернулись мы провязали два ряда изнаночной глади теперь мы кромочную снимаем и по лицевой стороне вяжем лицевыми петлями обратите внимание в этом ряду мы вяжем лицевые скрещенные петли до конца кромочная изнаночной развернулись по изнаночной стороне все петли изнаночные провязали до конца ряда снова кромочную снимаем и по лицевой стороне все петли лицевые кромочную развернулись и по изнанке все петли изнаночные до конца ряда разворачиваемся мы лепесточек почти закончили нужно осталось только закрыть петли мы набирали 11 петель закрыть нужно 9 то есть у нас на спицах должно остаться две петли закрываем по лицевой стороне провязывая петли лицевыми не затягивая осталось 2 петли выполняем кромочную работу поворачиваем кромочную снимаем 1 изнаночная снова разворачиваемся так выглядит нас первый лепесточек мы должны связать таких же еще 4 и теперь нам необходимо добрать 9 петель и добираем также шнурковым способом 2 3 4 5 6 8 и последняя петля у нас оставалось на спице 2 петли мы добрали 9 всего 11 начинаем вязать второй лепесточек мы кромочную также провязали лицевой не снимаю начале ряда дальше лицевые до конца в ряда кромочная изнаночной разворачиваемся по изнаночной стороне все петли изнаночные снова развернулись кромочную снимаем и все петли лицевые до конца ряда кромочная изнаночные развернулись и по изнаночной стороне все петли изнаночными перевернули на лицевую сторону кромочную мы сняли и теперь по лицевой стороне изнаночные петли мы выполняем с вами второй лепесточек всего их нужно нам связать 5 штук все они одинаковые продолжаем работу мы заканчиваем работу провязываем с вами последний лепесточек сейчас в лицевом ряду все петли лицевые кромочная изнаночные развернулись и по изнаночной стороне все петли изнаночные закончили снова развернулись кромочную сняли лицевые до конца ряда кромочную и последний изнаночный ряд все петли изнаночные кромочную последний лепесточек мы довязали теперь необходимо все петли закрыть закрываем по лицевой стороне как лицевые закрываем мягенько стараемся не стягивать наши полотна до конца работу мы закончили осталось обрезать обрезать ниточку одеть ее в углу мы выполнили 5 лепестков приступаем к сборке надели ниточку в углу и теперь начинаем сборку цветочка для этого по краю наших лепесточков мы проходим иглой вот таким вот образом подхватывая кромочную заходим с изнанки затем подхватываем две дольки петли заходим с лицевой стороны как бы нанизываем наши петелочки на нитку с иглой и так до конца и немножко стягивая заканчиваем последний лепесточек и теперь нам нужно замкнуть в круг наш цветочек для этого соединяем первый и последний лепесток прихватываем две дольки с одной и с другой стороны серединку мы сильно не стягиваем потому что будем ее заполнять пока мы цветочек откладываем и начинаем работу над нашей серединкой мы начинаем работу над нашей серединкой для этого мы взяли фактурную нить контрастного цвета и классический способом на круговые спицы я набираю 50 петель вот мы набрали уже все петли все 50 петель теперь я вынимаю спицу и мы продолжаем работу для этого кромочную петлю мы снимаем и вяжем один ряд вытянутых петель заводим правую спицу за заднюю стенку петли захватываем рабочую нить вытягиваем петлю и оставляем ее на спице затем выкладываем вот таким вот образом нашим вытянутую петлю переснимаем петлю с правой спицы на левую и теперь вот первых две петли провязываем вместе лицевой заводим правую спицу за заднюю дольку из петли захватываем рабочую нить вытягиваем петлю и оставляем ее на правой спице делаем саму петлю переснимаем петлю с правой спицы на левую и провязываем две вместе и снова зашли вытянули петлю оставили на спицы затем сделали длинную петлю пересняли и 2 вместе таким образом продолжаем до конца ряда мы заканчиваем ряд вытянутых петель выполняем несколько последних петелок провязываем сейчас 2 вместе снова заходим под петлю вытягиваем и оставляем и делаем саму петлю переснимаем петлю с правой спицы на левую и провязываем 2 вместе кромочной и изнаночной ряд мы закончили теперь мы должны все петли закрыть закрываем как лицевые до конца ряда мы заканчиваем закрывать наши петли ниточку обрезаем хвостик вытягиваем и теперь нашу серединку мы должны скрутить вот таким вот образом оставляя все вытянутые петли ровненькими вот таким вот образом серединка наша готова берем наш цветочек и располагаем серединку в центре нам осталось ее подшить вот мы закончили работу подшили нашу серединку получили очень крупный достаточно объемный и красивый цветочек я желаю вам творческих успехов и две два четыре